Юлию Гусеву на протяжении семи лет беспокоило состояние родинки. Она росла, болела, когда девушка задевала ее рукой. Друзья рассказали Юле об акции по профилактике новообразований кожи. Девушка решила не упускать такую возможность и пришла на набережную в палатку здоровья. Давно были вопросы, а как-то времени не находилось на больнице. Я не сильно это люблю. Дали рекомендации, успокоили. Какие-то вопросы были, сказали, что тут все хорошо, тут лучше что-то сделать. Дали рекомендации, сказали, как себя вести и как следить за родинками. Я думаю, что это нужно чаще делать, потому что многие люди, как и я, не любят ходить по больницам. Самарские врачи уже 15 лет проводят бесплатные профилактические акции в разных городах региона. Не только в Самаре, но и в Жигулевске и Тольятти. В таких палатках здоровья любой желающий может пройти осмотр и получить консультацию онколога и дерматобинеролога. Это большой плюс для расширения нашей профилактической работы, потому что, к сожалению, не все люди могут посетить онкологический диспансер. Они просто иногда боятся самого слова «онкология». Но если они обращаются со своими жалобами здесь, участвуя в акциях, конечно же, мы тем самым помогаем им. И врачи дают грамотные рекомендации для дальнейшего обследования. Ежегодно в Самарской области регистрируют более 2000 случаев новообразования кожи. Более 10% из них – это меланома, один из самых агрессивных видов рака кожи. Однако при раннем выявлении она успешно поддается лечению. Профилактический осмотр у врача-дерматобинеролога следует проходить хотя бы один раз в год. Любое изменение на коже, любое изменение новообразования, то есть родинки, ее изменение окраски, ее изменение диаметра, размера – это первый повод обращения к врачу-дерматобинерологу. Чтобы обезопасить себя, нужно пользоваться солнцезащитными кремами и пребывать под прямыми солнечными лучами в благоприятное время – с 8 до 11 утра и с 5 до 7 вечера. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События.